Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Авиакатастрофа над Черным морем. Что стало причиной гибели 92 человек? Скандальное голосование. Из-за чего Иерусалим обиделся на Киев и чем это грозит? Казино внутренних дел. Чего требовали активисты Автомайдана от Арсена Авакова? Назначение с душком. Почему черкасские активисты добиваются отставки главного полицейского этой области? Президент Порошенко подписал принятый на минувшей неделе парламентом государственный бюджет на 2017 год. Охарактеризовав его, цитирую, как социальный, реформаторский, защищающий отечественного производителя и улучшающий инвест-климат в стране. Похвалил правительство за своевременную подачу проекта в Раду. Отметил расходы на ремонт дорог и повышение минималки до 3200 гривен. Указал на размер оборонной статьи. Это чуть более 5% ВВП. И конкретизировал, что это за затраты. Вперше, эти выдатки сконцентрованы на финансировании Збройных Сил и спрямованы не только на фіксацию грошевого забезпечения, медичного забезпечения, речевого и продовольчего забезпечения, но и на финансирование государственного оборонзамовления. И думаю, что вперше, те новые изразки Збройных Сил, которые мы разработали за последние 2,5 года, перейдут из процесса выпробования до непосредственной постановки на Збройных Сил. Оптимистично смотрит в будущее и премьер. С МЕТО 2017 Владимир Гройсман назвал бюджетом развития и роста, отметив, что правительству удалось сбалансировать в документе интересы людей и интересы государства. Половина пенсионеров получат свои выплаты еще до Нового года. Так решило правительство. Это связано с новогодними рождественскими праздниками, во время которых банки и пенсионные отделения будут отдыхать. График выдачи сегодня озвучили в пенсионном фонде. Чтобы не было накладок с выплатами, те, кто получает пенсии в первой половине месяца, смогут забрать их 27-29 декабря. Остальные же получат свои деньги в банке или на почте, как обычно, начиная с 16 января. Я напомню, в этом месяце размер пенсии повысили на 10%, а теперь минимальная выплата составляет почти 1250 гривен. Если пенсионер с разной причины не может получать свою пенсию через почтовое отделение на конце грудня 2016 года, то он может получать свою пенсию за сечень, уже начиная с 5 сечня. Ну а цены на продукты питания поползли вверх еще до того, как мы стали готовиться к новогодним праздникам. Госстат подсчитал, сколько теперь стоит так называемый борщевой набор. Анна Каменева тоже подсчитала, сколько раз в месяц его смогут сварить пенсионеры со своей этой новой пенсией. Капуста, картошка, морковь, свекла. Стоимость овощей борщевого набора с начала месяца неуклонно ползет вверх. Больше всего это бьет по карману пенсионеров. Воно все каждый день дорожает. Ну что сделаешь? Что сделаешь? Виживать в этом мире? Что нам пенсионерам? Виживать на пенсию, за квартиру платить, за отопление, такие цены, все, и купить надо что-то же поесть. Так что-то отказываем, что-то покупаем. Картошка уже поступово увеличивается вартости, то есть 3-5% рост. Было значительное изменение вартости капусты, где-то в межах 1-2% и моркови. Цибуля и буряк, они растут. Но это, снова-таки, 3-5% не больше. Это как бы фактор сезонности, да. То есть уже пропозиция уменьшится, виробники поступово несут втраты, скажем так, на збирание этой продукции. И для того, чтобы не остаться в взбитках, они как бы подвищают поступово цены. Итак, сейчас 3-х литровая кастрюля борща с мясом обойдется примерно 50 гривен. Борщ у нас подоржал с начала декабря месяца. 3-4-5% лидером, например, по стоимости борща является Одесская область и Черновицкая область. Потому что там наиболее дорогие овощи с борщевого набора. Самая дешевая у нас оказалась Львовская область. Это если мы говорим постный борщ. Если мы говорим, естественно, борщ с мясом, то в этом случае он подорожал немножко больше, потому что мясо сейчас подорожало в цене. Это на 2-3 гривны на килограмме. Для многих украинцев варить постный борщ уже стало нормой. Кто-то стал покупать меньше мясных продуктов, кто-то и вовсе вынужден отказаться от них. В следующем году, видимо, экономить придется еще больше. Фермеры уже предупреждают. Сокращается производство мяса. Соответственно, цены опять поползут вверх. Сегодня свинина стоит около 100, от 70 до 90. Сегодня яловичина стоит, в зависимости от качества, значит, теляти на яловичина стоит 100 и больше гривен за килограм. Поэтому я прогнозы сказал свои в межах 20-30%. Другими словами, на каждом килограмме, как минимум, мы будем иметь 20-30 гривен. Но какой же борщ без сметаны? В этом году она прямо бьет рекорды дорожания. С августа она выросла в цене более чем на 40%. И вот только за последние 10 дней она выросла в цене на 2,5%. За литр в среднем придется отдать почти 39 гривен. Что касается предновогодних закупок, то, по прогнозам экспертов, цены на популярные товары в среднем вырастут на 10%. А вот упадут ли после праздников? Вопрос пока риторический. Анна Каменева, Ольга Теребинская, Алла Матюшок, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Государство задолжало украинцам 450 миллиардов гривен по решению судов. Такую сумму озвучил глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк. Правда, набежала эта сумма аж за 20 лет. За эти годы из всех судебных решений в пользу граждан государство выполнило чуть более 2%. Как считает Романюк, задолженность не выплачивается умышленно. Казино внутренних дел. Сегодня активисты Автомайдана провели перформанс, открыв у здания МВД игорную точку. Почему они обвиняют Арсена Авакова в крышевании незаконного бизнеса, который ежегодно разоряет сотни, если не тысячи, игрозависимых украинцев? Разбирался Руслан Смещук. На нас маски ключевых фигур Министерства внутренних дел. Мы будем показывать, как происходит игра нелегального казино в Киеве. Под крышей Министерства внутренних дел и министра Авакова. 10 часов утра территория возле Министерства внутренних дел. Именно сюда активисты Автомайдана привезли несколько игровых автоматов и игорный стол. Перформанс назвали казино внутренних дел. За нашей информацией, за информацией также журналистских исследований, весь игровый бизнес, который сейчас под прикрытями интернет-клубов, так называемых, там, в мереже и других, он все работает под дахованием Министерства внутренних прав. Поэтому, по сути, мы привезли в клуб сюда, в граньный бизнес, и открываем казино тут, безусловно там, где дах этого бизнеса. Также автомайдановцы обвинили министра Авакова в попытке легализации теневого бизнеса. Вспомнили активисты и о госзакупках МВД по завышенным ценам. Рюкзаки, внедорожники и даже броневики, за которые Министерство заплатило в разы больше, по сравнению с другими ведомствами. Протестующие потребовали отставки Арсена Авакова и пообещали, если к ним не прислушаются, будут действовать более радикально. Впрочем, из МВД к ним так никто и не вышел, кроме патрульных, постоявших в стороне. Руслан Смещук, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. А вот в Черкассах с новой силой разгорелись страсти, связанные с назначением начальника областной полиции. Спустя полтора месяца, вопреки общественным протестам, должность главы нацполиции занял бывший советник Геннадия Кернеса. В эту субботу Валерия Лютова официально, но без особой огласки, представили подчиненным. Правда, первый рабочий день у него не задался. Станислав Кухарчук расскажет подробнее. Плакаты, флаги и даже елка. Всего это у здания главка Черкасской областной полиции. Но, судя по настроению, собравшихся праздника не намечается. Полиция Черкащины собирается в 10-е годы, будем проводить нараду, что до заходов, которые будут отбываться в Новоречных Святых Святых. У вас внутренний будет? В том, в том? Нет, все не будет. Мы сподеваемся, что до Новоречных Святых за вас у вас не будет. Пикетчики требуют, чтобы Валерий Лютый написал рапорт об увольнении. После этого начальник главка скрывается в здании. Активисты тоже пытаются попасть внутрь. Их не пускают. У входа начинается давка. Вот это не защищает, это защищает, да? Страсти с назначением главного полисмена области кипят в Черкасах уже больше месяца. Кандидатуру бывшего советника Геннадия Кернеса в городе сразу восприняли в штыки. Пикеты проходили едва ли не каждый день. И прекратились только после того, как в МВД пообещали прислушаться протестующим. Не надея, а уверенность в том, что будет это вопрос решено по-другому. Не будет предназначено это одиозное. Интересно, что личному составу Валерия Лютого представляли в выходной день. Без лишней помпы и огласки. Почему так произошло, подчиненные не знают. Приехали и представили человека. Что я вам скажу? После потасовки группу активистов все же пустили в здание без журналистов. Через полчаса СМИ узнали, что переговоры снова ничем не закончились. Писать рапорт начальник областной полиции отказался. Очевидно, мы его еще не переконали. Очевидно, нас сегодня слишком мало. Он ответил сарказмом, посмешками и, по сути, отмогу. Но отступать активисты, похоже, не собираются. И до конца недели обещают организовать более масштабную акцию. Станислав Пухарчук, Павел Тимошенко. Черкассы. Подробности. Телеканал Интер. В Одессе рассорились первые лица области. Глава облсовета и обладминистрации. Оба эти госучреждения располагаются в одном здании на проспекте Шевченко. На днях глава совета Анатолий Урбанский распорядился установить на входе турникет. Это не понравилось исполняющей обязанности главы администрации Соломей Бобровской. Дескать, это нарушение прав человека. Сегодня утром, по ее указанию, заграждение демонтировали. Урбанский в ответ заявил, что вернет все на место и обратился в полицию. А вот Бобровская собирается тем временем в суд. Она раскритиковала проект областного бюджета. По ее словам, в документы были внесены правки, не согласованные с профильными ведомствами. Если они хотят видеть людей, которые доходят к их главы областной ради, или к депутатам за пропусками, они оставят себя на своих поверхах, а доступ к представникам администрации должен быть открыт. Решением сессии был установлен турникет для учета рабочего времени, работников. Это порча государственного имущества, и мы обязаны отреагировать належным чином. В национализированном приватбанке новый состав правления. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения. Точнее, новый старый состав. Почти половина озвученных фамилий – это действующие менеджеры банка. И вот что интересно, на должность главного по безопасности в привате назначен Алексей Бережной. Он много лет работал в НБУ, был экономическим советником, курировал банковское регулирование, а еще возглавлял департамент финмониторинга. Проще говоря, боролся с отмыванием денег. Тем же он занимался и в Минфине. Курировал сотрудничество с ФАТФ. Это международная организация по борьбе с отмыванием денег. Что означают все эти рокировки, скоро увидим. Холодный душ. Отношения Киева и Иерусалима несколько изменились. И причиной стало голосование Украины на заседании Совета безопасности ООН. За что отдал голос наш представитель? Почему и каковы последствия этого решения, узнаем от Сергея Ауслендера. Результат голосования в ООН действительно стал для Израиля обескураживающим. Впервые за много лет США не воспользовались своим правом вето. Резолюцию приняли. И теперь любое строительство на западном берегу в еврейских поселениях априори считается незаконным. Зато реакция Иерусалима была вполне предсказуемой. Бениамин Нетаньягу заявил, что его страна не подчинится решению ООН. И строительство продолжится. Я напомню, что проект резолюции в Совбез ООН подали Сенегал, Новая Зеландия, Малайзия и Венесуэла. Послы из Новой Зеландии и Сенегала уже отозваны. А с Малайзией и Венесуэлой и так у Израиля не было никаких дипломатических отношений. Я распорядился заморозить перевод 8 миллионов долларов для структуры организации объединенных наций, которые особенно нетерпимо относятся к Израилю. Но этим мы не ограничимся. Будут и дальнейшие действия. Кроме этого, Министерство обороны распорядилось вести к минимуму контакты своих военных с силовыми структурами палестинской автономии. Членам Кабинета министров запрещено посещать страны, которые голосовали за принятие этой резолюции. Запрет распространяется и на Украину, которая, как известно, в Совбезе проголосовала за принятие этого документа. В Украинском МИДе так комментирует свою позицию по этому вопросу. Здесь и сейчас наиболее бурно обсуждают именно позицию Киева, ведь совсем недавно Израиль голосовал за принятие резолюции, которая признала Крым оккупированной территорией. Тем временем американская администрация, уже уходящая администрация Барака Обамы, который, собственно, и приписывает авторство этого скандального документа, собирается предложить свой проект соглашения между Иерусалимом и Рамалой. Его разрабатывает Джон Керри. В соответствии с ним Израиль должен признать палестинское государство. Со столицей в Восточном Иерусалиме палестинцы, в свою очередь, должны признать Израиль еврейским государством. Состоится обмен территориями. 80% еврейских поселений на Западном берегу должны остаться под юрисдикцией Израиля. Что касается арабских беженцев, они не смогут вернуться в Израиль, но должны получить солидную денежную компенсацию. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер. Донести до Тель-Авива оппозицию украинской стороны относительно голосования резолюции ООН отечественные дипломаты попытались через посла Израиля. Сегодня Илиава Белоцерковский вызвали в МИД Украины и пояснили, что Киев придерживается последовательной позиции относительно урегулирования израильско-палестинского конфликта. Кроме этого, дипломаты договорились сделать все возможное, чтобы снизить напряженность и поддерживать двухсторонние контакты и в торговой, и в политической сферах. Почетный консул Израиля в западном регионе Украины огорчен результатами этого голосования. Олег Вишняков заявил, что этот шаг с украинской стороны ударил по двухсторонним отношениям, но обещал приложить все усилия для того, чтобы ситуацию как-то исправить. 25-летние дружеские отношения между нашими странами не могут быть перечеркнуты одним голосованием. И такие вот институции, как посольство государства Израиль, как группа дружбы парламентская Украина-Израиль, моими усилиями тоже. Я надеюсь, что мы как-то победим эту ситуацию и отношения Украины-Израиль зайдут на прежние рельсы. Какую реакцию это голосование вызвало в Америке? Дмитрий Анопченко изучил версии ведущих медиа США. В американских СМИ скандал и от шквала критических публикаций в прессе администрацию Обамы спасло одно только обстоятельство – праздники. Уже с обеда пятницы страна ушла на рождественские каникулы, и многие издания на выходных вообще не вышли. Но в целом в прессе резкие статьи. Информированная газета The Hill уверена, что эта резолюция – просто проявление напряженных личных отношений между двумя президентами – Обамой и Нетаньяху. Мол, если бы Хиллари победила, понятно, что такого голосования в ООН в принципе не было бы. Но раз демократы уходят из Белого дома, Обама якобы и решил, будь что будет. Это решение, по всей видимости, стало для Обамы последней возможностью продемонстрировать свое влияние на международной арене перед Трампом. А в Белом доме этому же изданию неофициально пояснили его позицию так. Это жестокость из лучших побуждений по отношению к Израилю, которому не хватает силы воли и дальновидности, чтобы воспользоваться возможностью для заключения мира. Не меньшего шума, чем сама резолюция ООН, наделали свежие заявления из Конгресса. Мол, намерены теперь прекратить финансирование Организации Объединенных Наций. Сенатор Линдси Грэм прямо заявил в СНН. Возглавит группу конгрессменов, которая будет добиваться пересмотра бюджета. А Соединенные Штаты ежегодно дают ООН больше миллиарда долларов. Это пятая часть всех денег. Если мы не можем показать американцам, что международная организация должна быть более ответственна в своих решениях, то нужно прекратить ее финансирование. И я возглавлю этот процесс. Разумеется, все цитируют твиты Трампа. Дескать, все происходящее только затруднит достижение мира. И что после 20 января все изменится. И как точка в этом споре, сказанное в эти выходные слова Ньюта Гинрича, влиятельного республиканца и экс-спикера Нижней Палаты Конгресса, получив полномочия, Трамп отменит 60-70% всех решений Барака Обамы, в том числе и по Израилю. Другое дело, что отменить все не означает все исправить. И резолюциусов без ООН, которая так сильно повлияла на мировую политику, это уже не изменит. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». В России продолжаются поисково-спасательные работы на месте падения самолета Ту-154. Какие версии произошедшего рассматривают и есть ли среди них теракт? Подробнее в материале. По официальным данным, 11 из 92 жертв катастрофы уже опознаны. Но поисковая операция продолжается. А следствие пытается установить причины случившегося. Вот запись последних разговоров диспетчера Адлерского аэропорта и пилотов Ту-154. А это съемка со спутника. На месте падения борта масляное пятно. Сами обломки находятся на глубине почти 30 метров. Акустическими средствами в данном месте определен радиус разброса обломков Ту-154, который составляет около 500 метров. Водолазами уже осуществлен подъем двух элементов механизма управления самолета. По серийным номерам установлена их принадлежность, вылетевшему 25 декабря из адреса самолета Ту-154 Минобороны России. Среди причин катастрофы называли и техническую неисправность, и террористический акт. Но вот версия теракта у следствия подтверждение не нашла. Сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта. Сегодня в России национальный траур. В стране отменены все увеселительные мероприятия. Телерадиокомпании, даже спутниковые отменили развлекательные передачи. В церквях молятся о погибших. Анна Ильяных, подробности, телеканал Интер. К посольству России в Киеве со вчерашнего дня приносят цветы и свечи. И народные депутаты, и горожане идут к зданию депмиссии, чтобы почтить память погибших. По меньшей мере 30 жителей сирийского города Эль-Баб были убиты боевиками исламского государства во время эвакуации. Еще десятки были ранены, об этом сообщили турецкие военные. Совместно с повстанцами они ведут наступление на ИГИЛ уже четвертый месяц подряд в рамках операции «Ефрацкий щит». Накануне президент Турции Джапард Аган заявлял, что все близится к завершению, но после атаки исламских боевиков Анкара решила перебросить в этот город дополнительные войска. В Берлине прошел марш протестов в поддержку пострадавших в Алеппо. Активисты пришли со спальными мешками, таким образом привлекая внимание к проблемам сирийцев, которые остались без крыши над головой. Следующий этап акции это пешком преодолеть несколько тысяч километров до Сирии. Мы хотим именно пешком преодолеть путь, ведь так можно встретить много новых людей, познакомиться и донести до них нашу цель. Кроме того, к нам могут присоединиться все желающие. 467 украинских военных погибли в зоне АТО в этом году, об этом сообщили в пресс-службе ВСУ. За минувшие сутки, по официальной информации, потери не было. Тем временем сегодня были зафиксированы 26 вражеских обстрелов. Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня на всех направлениях. Из запрещенной артиллерии наемники били по Лебединскому, Широкину, Толоковке и Водиному. Окрестности оккупированного Донецка тоже под огнем боевиков. Обстрелы продолжаются, несмотря на режим полной тишины, который официально начался в субботу. Напомню, об этом договорилась трехсторонняя группа в Минске. Боевики намерены выдать двоих украинских пленниц. Надежде Савченко об этом заявили в так называемых ДНР и ЛНР. Речь идет о 30-летней журналистке Ольге Сварак и 49-летней Анжелике Пресняковой, которые числились пропавшими в зоне АТО. Боевики пообещали не выдвигать условия для передачи, однако когда женщин отпустят, пока неизвестно. Освобождение Анжелики Пресняковой и Ольге Сварак обсуждалось более полугода. Об этом на своей странице в Фейсбук заявила одна из представителей Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Герасченко. Она напомнила, Киев в одностороннем порядке намерен выдать боевикам 15 задержанных, среди которых 6 женщин. На какую дату назначен обмен еще неизвестно, однако новогодние праздники освобожденные встретят дома, пишет Герасченко. Экономическую блокаду так называемых ЛНР-ДНР готовят ветераны АТО. Это ответ на невыполнение ультиматума по освобождению заложников. Об этом сегодня заявили на пресс-конференции в Киеве. Не пропускать грозятся металл, древесину, алкоголь и сигареты. Речь идет о промышленных масштабах. Добровольцы говорят, что будут установлены мобильные блокпосты. Особое внимание уделят железнодорожным переходам. Мирных жителей обещают, что блокада это не коснется. Акция анонсирована как бессрочная. На нас абсолютно не интересуют переходы там, где гражданское население везет себе капусту. Нас интересуют каналы контрабанды. Нас интересуют железнодорожные переходы. 9 миллионов тонн идет угля на территорию Украины с оккупированной территорией. В министерстве по вопросам временно оккупированных территорий идею экономической блокады раскритиковали. Министр Вадим Черныш в интервью агентства Интерфакс Украина заявил, что это никак не поможет в вопросе освобождения заложников. А наоборот даже помешает, по его мнению. Плюс ко всему может привести к энергетическим проблемам по всей стране. Например, к отключению электроэнергии. Дескать, без угля, антрацита, с оккупированных территорий, теплоцентрали работать не смогут. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. Мусор о разборочной будни Львова. Кто организовал мэру садовому коридор позора? Last Christmas. Что стало причиной смерти британского певца Джорджа Майкла? Апелляционный суд столицы оставил под стражей Антона Тимохина. Его считают причастным к сотрудничеству с преступной киберсетью Avalanche. Самого обвиняемого на заседании этом не было. За происходящим он следил по видеосвязи из Лукьяновского СИЗО. В прокуратуре заявляют, что следствие проводили немецкие специалисты и предоставили доказательство вины Тимохина. Поэтому настаивают на содержании его под стражей. Адвокаты тем временем считают, что подозреваемые имеют право на домашний арест и ходатайствовали об этом. Согласно КПК, и как же оно было созначено конвенцией, давать оценку доказам запитывающей стороны неможливо. И легализовывать материалы, которые нам дала запитывающая сторона, мы также не можем. Судом не взято во внимание такие серьезные нарушения норм криминально-процессуального законодательства о нарушениях правил подсудности. Само понятие темчасового ареста, оно может быть принято только к лицам безгромодянства и иностранным. Тимохин есть гражданином Украины. Напомню, в Украине задержали троих участников группы «Эваленч». Один из них – организатор киберсети Геннадий Капканов. Его обвиняют в краже с банковских счетов 6 миллионов евро. Во время задержания Капканов оказал вооруженное сопротивление, и тем не менее, полтавский суд решил отпустить подозреваемого из-под стражи. После чего он скрылся и сейчас объявлен в розыск. Не неделя без хакерской атаки. На этот раз злоумышленники взломали сайт Министерства образования и науки. На странице ведомства в Фейсбуке сообщили о том, что атаку совершили еще в выходные. До сих пор ресурс не работает. На наш запрос в киберполицию, почему не предпринимают никаких действий, ответа мы пока тоже не дождались. Напомню, в этом новоиспеченном департаменте полиции работают 400 человек. Тем не менее, за последние две недели кибератакам подверглись сайты Министерства инфраструктуры, обороны, финансов, укрызолизницы, пенсионного фонда и казначейской службы. В последней это назвали попыткой срыва бюджетного процесса. Секретарь СНБО Александр Турчинов обвинил в атаках российских хакеров, главной задачей которых, по его мнению, была дестабилизация финансово-банковского сектора Украины. Коридор позора для мэра Львова Андрея Садового. Сегодня возле ратуши, где расположена мэрия, снова митинговали. Кто вышел на протест и чего требовали на этот раз, узнаем от Галины Якушко. Это видеообращение мэра Львова Андрея Садового. Гопниками он называет вот этих людей. Жители микрорайонов Ресное и Белогорща. Градоначальнику они порядком надоели. Постоянно протестуют против работы мусоропрессовочной линии. Ее установили на территории бывшего завода Сельмаш, рядом с жилыми домами. В ответ на оскорбление Садового устроили ему коридор позора. Горьба! 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 Сегодня люди снова под мэрией. Гопники нас называют, понимаете? И говорят, что мы все проплачены. Я мешаю, внуки мешают в Ресное-2, в Ресное-1. Я вам клянусь, никто никому не платил. Мы люди, которые болят, которые касаются, мне кинут дедушки. За 500 метров от моей хаты просто хотят разместить 600 тонн смятя. Они туда привезут и начнут прессовать. Ветераны АТО разбивают возле мэрии огромную палатку. Земельные участки, которые им выделили под строительство, как и дома жителей Ресного и Белогорщи, граничат с будущей мусоропрессовочной линией. Добилися земельных делян. Там остались технологические моменты и юридические. И, понимаете, за километр от нас рубить смятезвалище – это неправильное. Группа активистов снова пробивается в сессионный зал на повестке. Их вопрос. Люди говорят, если бы им четко объяснили, как она будет работать, возможно, протесты сошли бы на нет. Но чиновники вместо этого попусту тратят бюджетные деньги. Близко 900 тысяч в день денег идет на вывез смятя. Друзья, это на голову не налазать. За эти деньги уже давно, за 8 месяцев, могли бы реализовать не одну сортовальную лінію. Если бы смогли качественно подойти к этой ситуации, не политично. Как 900 гривен в день никто не витрачает, это неправильная информация. Мы обеспечиваем публично каждую гривню за каждый день, за каждый месяц. Под давлением общественности депутаты все-таки голосуют за запрет работы мусоропрессовочной линии на территории города, а также за создание спецкомиссии, которая должна решить, что же делать с городским мусором в ближайшие 5 лет. Протестующие разошлись, предупредив, что вернутся, если прессовочная линия заработает. Глина Якушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер-Львов. Новый мусоровоз сгорел на окраине Львова. Водитель перегонял автомобиль из Полтавы в город Мастиско Львовской области. В дороге ему стало плохо, и он припарковался на обочине, вышел из кабины и скончался от инфаркта. А мусоровоз загорелся. По предварительной версии, мужчина не заглушил двигатель, что привело к возгоранию. Но это не окончательный вывод. Последнее слово за экспертами. В Житомирской области перевернулся микроавтобус с пассажирами. Это произошло на трассе Киев-Чоп. Машина скатилась в кювет. Один человек погиб, и семеро получили травмы. Всего в салоне было 11 пассажиров. Они ехали из Буковеля в Киев. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте. Первую помощь пострадавшим оказывали свидетели происшествия. Пока приехали спасатели, они поставили автобус на колеса и достали пассажиров. В Одессе разоплачили мошенников, которые выдавали себя за сотрудников СБУ. Они приходили к предпринимателям и требовали платить довольно крупные суммы денег. Иначе угрожали уголовным преследованием. Добровольно-принудительные взносы, которые хотели получить мошенники, достигали 150 тысяч долларов. Во время обысков оперативники изъяли документы и материалы, подтверждающие незаконную деятельность аферистов. Рождество под прицелом. В Великобритании террористы планировали атаки на праздник. Спецслужбы предотвратили нападение прямо в канун Рождества, но сообщили об этом только сейчас, чтобы не провоцировать панику. Подозреваемых двое, мужчина и женщина, они арестованы. Оба связаны с террористической организацией «Исламское государство». Где именно планировали подорвать бомбу, не сообщают. Само же устройство нашли. Во время обыска оно было замаскировано под мобильный телефон. Исламисты в рядах военных, солдаты бельгийской армии попали под подозрение в связях с террористами. Причем уволить их за религиозные взгляды из вооруженных сил нельзя. Все подробности этого скандала узнаем от Юлии Мендель. Около 50 солдат бельгийской армии находятся под пристальным наблюдением государственной разведки. Об этом сообщили в парламентском комитете по надзору. 10 из них считаются сторонниками ультраконсервативного течения салафитов. А четверых проверяют на причастность к радикальным исламистам. Ранее в этом году министр обороны Бельгии уже сообщал о подобных проверках. Тогда правда речь шла о сторонниках другого права радикального течения, так называемых солдатах Озина. Его члены организовали уличные антииммигрантские патрули, чтобы защищать европейцев от беженцев. Тогда один из солдат под давлением начальников отказался от участия в радикальном движении. Но отстранить его от службы по политическим или религиозным причинам по закону невозможно. Только после доказательства вины в совершении преступления. А расследование с учетом всех бюрократических процедур может занять длительное время. Из-за третьего уровня террористической угрозы солдаты несут службу не только в частях, но и на улицах городов. И власти решили продлить их пребывание среди гражданских. В следующем месяце подразделения военной полиции в Бельгии пополнят 1250 солдат. Юлия Мендель, Вадим Сверидонов. Подробности. Брюссельское бюро. Телеканала Интер. Риск террористической угрозы в Бельгии до сих пор высок. Вероятность теракта остается на предпоследнем, третьем уровне безопасности. Хотя официально Бельгия не ужесточала антитеррористические меры после атаки в Берлине. Там все же перестраховались. Установили бетонные блоки, например, чтобы на праздничные ярмарки не мог попасть грузовик. Мусорные пакеты используют только прозрачные, чтобы не подбросили взрывчатку. А на улицах Брюсселя увеличили количество камер видеонаблюдения. Мы выяснили, что в Бельгии находится около 500 человек, которые связаны с террористами из Ирака или Сирии или других стран. Некоторых из них мы задержали. У нас такая же ситуация, как и в других европейских странах, например, во Франции или Германии. Новый мировой кругосветный рекорд и новые условия работы для женщин в Саудовской Аравии. Об этом не только в нашем обзоре. В Саудовской Аравии женщинам позволят работать при условии, что при этом они не будут вступать в разговоры с мужчинами. Речь идет о работе фельдшерами и оптометристами в магазине оптики. Нововведение одобрили в Высшем религиозном совете, заметив при этом, что женщины должны быть подобающе одеты и соблюдать все предписанные правила. До 2020 года в стране хотят увеличить число работающих женщин до 28%. Сейчас таких 16%. Вокруг света за 49 дней. Новый мировой рекорд установил французский мореплаватель Том Кавиль. Это на 8 дней и 10 часов меньше, чем достижение его предшественника Франсиса Жуайона 8 лет назад. Нынешняя кругосветная регата яхт-одиночек стартовала 6 ноября в городе Лесобольдалон на западе Франции. По правилам гонки спортсмены не имеют права прибегать к чьей-либо помощи и делать остановки в пути. В Великобритании создали робота Сомелье. Аппарат способен самостоятельно смешивать вино на основе 4 базовых сортов винограда. Все, что нужно, предварительно указать особенности желаемого напитка. Сухой или сладкий, насыщенный или легкий. Пока используют недорогие вина по 10 долларов за бутылку. Изобретатели надеются, в скором будущем робот сможет смешивать больше сортов вина и создавать более качественные напитки. В Грузии официально разрешили употреблять марихуану. Правда, при этом строго ограничили количество употребляемого. Конституционный суд снял уголовную ответственность за курение каннабиса. Теперь грузины смогут безнаказанно хранить до 70 граммов этого наркотического вещества. Традиционный зимний заплыв устроили в Праге. В этом году в мероприятии приняло участие рекордное количество пловцов. 400 смельчаков соревновались в трех дисциплинах. Самая длинная дистанция 750 метров. На нее вышли чемпионы Чехии в зимнем плавании. Для остальных дистанций были полегче 100 и 300 метров. Участники уверены, любой, кто смог нырнуть в ледяную воду, уже чемпион. Как следует отметили Рождество на Международной космической станции. В праздничном меню индейка, картофельное пюре и фруктовый салат. Правда, все блюда в консервных банках. Рождественского настроения добавили сезонные атрибуты. Шапка Санты и полосатые носки. Праздничные подарки на орбиту отправили еще в начале декабря на японском грузовом корабле. От нас ушел Джордж Майкл. Британскому певцу было 53. Он скончался в своем доме в Англии от сердечного приступа. Светлана Чернецкая о последнем Рождестве Джорджа Майкла. Эта песня стала гимном Рождества и началом звездной карьеры Джорджа Майкла. Ему 21 год и он поет в группе Вэм, которую создал со своим другом. Дуэт стал мега успешным. Они даже гастролировали в Китае. Но амбициозному Майклу хотелось большего. Он ушел в сольное плавание. Уже первый сольный альбом под названием «Вера» принес ему мировую известность. Автор песен и харизматичный исполнитель Майкл не покидал американские и европейские хит-парады. В 80-х и 90-х он один из самых успешных поп-певцов мира. Его личная жизнь всегда вызывала интересы у прессы и фанатов. У Майкла было несколько девушек, но сам он называл себя бисексуалом. В 98-м публично признался. Он гей и состоит в отношениях с мужчиной. Позже у него начались проблемы с наркотиками. Он оказался за решеткой. Сначала за хранение, а потом и за вождение в состоянии наркотического опьянения. В интервью неоднократно признавался. У него часто бывают депрессии. В последние годы певец испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Пять лет назад провел целый месяц в больнице с тяжелой формой пневмонии. Был на грани жизни и смерти. Ему удалось восстановиться, и он не прекращал творить. Продолжал писать песни, работал над новым альбомом. Умер Майкл в своем доме в Оксфордшире от сердечного приступа. Ему было 53. И только после его смерти люди начали делиться в интернете своими историями о невероятной щедрости артиста. Он всегда приглашал на свои концерты медперсонал больниц, поддерживал шахтеров, ЛГБТ-комьюнити, людей, живущих с ВИЧ и СПИД. Теперь становится понятно, что на благотворительность он тайно тратил миллионы фунтов. Это все новости на сегодня. Легкой вам предновогодней недели. И до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин